Запеченный картофель очень вкусный. Как приготовить? Безусловно, одним из самых популярных продуктов в пост является картофель. Картофель бывает жареный с луком, отваренный с зеленью, запеченный. Вот, кстати, запеченный мы сегодня с вами и будем готовить. И сегодняшний запеченный картофель у нас будет розмарином. Итак, что же нам понадобится? Ну, безусловно, картофель. К нему мы возьмем пару веточек розмарина, чеснок, соль и лук. Предварительно мы наш картофель отварим. Чуть в подсоленной воде, минут 10 будет достаточно. И далее подготавливаем наш противень. Я противень застилаю фольгой, но это только исключительно во избежание потом чистки картофеля, если он может быть пригорит. Только для этого. Ну вот, застилаем фольгой и на него выкладываем наш подготовленный уже картофель. Далее берем оливковое масло и сбрызгиваем немножечко картофель. Я люблю остренький картофель, поэтому у меня оливковое масло с перчиком чили. Далее посыпаем солью. Можно применять и морскую соль, очень полезно. Дальше рвем розмарин, вернее отрываем иголочки и посыпаем нашу картошку иголочками розмарина. Розмарин дает картофелю такой приятный, немножко хвойный аромат. Теперь берем чесночок и мелко его нарезаем. Ну, выдавливать я не рекомендую, потому что нарезанный чеснок больше как-то отдает свой аромат. Поэтому я его режу. Теперь добавляем лук. Ну, я его тоже не мелко режу, а вот достаточно луковицу разрезать на четвертинки, и это будет вполне достаточно. Теперь немножечко все перемешаем. Ну вот, осталось нашу картошечку отправить в духовку. Духовочку предварительно мы разогреем где-то до 200 градусов. И картошке будет достаточно запекаться минут 15-20. Ну вот, а когда картошка будет готова, и в горячем виде надо ее быстренько разложить по тарелкам, пока она передает свой неповторимый потрясающий аромат. Ну, а то, что аромат будет потрясающий, вы убедитесь сами, как только поставите картошку в духовку. Аромат дополнит всю вашу кухню. И поверьте мне, эта картошка будет очень вкусная. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...